Четвертая книга Моисея, числа, глава двенадцатая И упрекали Марьян и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Марьяне, выйдите вы трое к скинии собрания, и вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Марьяне, и вышли они оба, и сказал, слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении и во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем доме моем. — Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии, и вот Марьяне покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Марьяне, вот она в проказе, и сказал Аарон Моисею, господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из черева матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? Итак, пусть будет она в заключении семь дней в Нестана, а после опять возвратится. И пробыла Марьянь в заключении в Нестана семь дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась в Марьянь. Субтитры создавал DimaTorzok